Собственно, купание Стэна дубль четвертый, ну точнее видео четвертое. Наконец наш Стэн попал в ванную. В отличие от раковины ванны, для него достаточно непривычное место. Он достаточно сильно стрессует. Хоть здесь и тепленькая водичка, и есть где развернуться, тем не менее, он чувствует себя здесь в опасности, в совершенно незнакомой среде. Для молодых капских варанов это нормально, они сами по себе пугливые, постоянно уходят в защитную реакцию, либо пытаются найти безопасное место для себя. Вот он сейчас распластался на мелководье, где есть, есть где опереться всеми руками, ногами, лапами. Не нужно воздух набирать в легкие. И поэтому он выглядит, по-моему, как блинчик. Удивительная способность просто распластаться. Буквально, как будто пытается прогреть большую площадь своего тела. Но если его пошевелить, он немножко соберется. Собственно, стыну не очень нравится ванной. Ну, по крайней мере, пока у него есть опора под ногами, он чувствует себя еще более уверенно. И пока нет посторонних шумов. Но, в конце концов, это уже у нас ванная. И поэтому мы добавим воды. Водичку выберем. Воду выбираем. Не холодную, но и не горячую, чтобы не обзычало. Средней температуры. Но больше всего, конечно же, Стэн боится душа. Ну, конечно, он уже мог немножко привыкнуть к струям воды. Но, тем не менее, они остаются для него достаточно раздражающим фактором. Видите, как он боится, пытается удрать. Все потому, что происходит множественное прикосновение по всему телу. Особенно в задней части, ниже пояса. Поэтому он чувствует опасность. Ну, хотя, вот видите, длительный контакт уже не так воздействует на его нервы. Ну, да ладно. Душ мы включим попозже. А сейчас дадим Стэну наполнить ванну и поплавать в ней. Потом нервничает. Судорожно ищет выход. Проверяем воду. Вода нормальная. Не горячая. Если бы была горячая, ему было бы крайне некомфортно. Собственно, большой перерыв в видеосъемке был из-за того, что Стэн несколько набрал вес. И я перевел его временно на диету из сверчков. Надеялся, что он похудеет. Он немного похудел. Диета продолжается. Но, тем не менее, он все еще выглядит достаточно толстеньким. Вода прибавляется. Стэн уже не может просто сидеть на одном месте. А судорожно начинает искать место, как бы выбраться из ванной. Вот уже набралось достаточно много воды. Особенно в районе слива, чтобы он испытывал некоторые трудности в том, чтобы достать лапками до дна. Но, тем не менее, ему удается зацепиться за пробку. Кто-то может подумать, что это стрессирование варана, но уверяю, что это не так. Стэну просто необходимо двигаться в своем террариуме он. Как в крепости одиночества, двигаться никуда не нужно. Все нормально, все спокойно. Соперничать ни с кем не нужно. Ну и, соответственно, просто кушаем и набираем вес. Ну, а мне, как и любому нормальному заводчику, хочется, чтобы он рос и был достаточно здоровым. Что предполагает, что он не будет отягощен лишним весом. По крайней мере, сильно. Вот можно увидеть, что найдя опору, знакомое поглаживание по голове, он несколько расслабляется. Также это купание служит и более эстетической целью. Можно заметить, в некоторой лохмоте, на его хвосте и в некоторых местах тела, это отходит старая кожа. Соответственно, чуть позже я постараюсь снять участки отмершей кожи. Ну, и заодно можно сравнить размер нашего ящера по сравнению с рукой. Раньше рука для него была очень большим и крупным противником. А сейчас он уже больше кисти. А через месяц пойду буду мерить его локтем. Пожалуй, выключим воду. Ее достаточно. Собственно, все следующее время наш стенд будет проводить за купанием. А точнее, за попыткой выбраться из воды. Продолжение следует... Собственно, можно услышать его дыхание, как и у всех нормальных грибцов. У него явно есть чувство ритма для того, чтобы нормально плавать. Продолжение следует... Продолжение следует... собственно у нас это только начало водных процедур поэтому еще минут 15-20 я проведу затем что буду страховать его и постепенно снимать отмершую кожу но на этой временной передышки мы закончим съемку